Ну а теперь наша любимая рубрика про идиотов и курьезы. Сегодня в рубрике про техноидиотизм обсудим тему чуть более серьезную, чем обычно. В последние годы среди общественности широко проявляется заболевание под названием робофилия. Выражается оно в том, что все большее количество граждан считает, что было бы неплохо автоматизировать или даже роботизировать все подряд. На волне повальной робофилии появились и постепенно стали считаться нормальными бытовыми приборами различные полоумные устройства, вроде бы признанные улучшить быт, а на самом деле только усложняющие его. Разберем на примере автоматического робота для очистки решетки гриля. Вместо того, чтобы пять минут поработать щеткой с металлической шерстью стоимостью в тысячу рублей, предлагается потратить 90 долларов США на покупку блестящего девайса. Закупив, поставить его на зарядку на три часа. А потом запустить робота на грязную решетку минут на 20, а лучше на полчаса. А потом еще снять с него три щетки и как-то их отмыть. По итогу времени денег тратится примерно втрое больше. Ну а волшебное слово робот действует на мозг идиота безотказно. Тут немедленно вспоминается случай с английским специалистом по облачным технологиям Марком Ритманом, который с дуру купил себе Wi-Fi чайник. Гражданин Ритман 11 часов вел трансляцию о том, как он пытается вскипятить себе воды. Дело в том, что чудо-девайс включался только дистанционно по Wi-Fi. Но в доме у Марка было столько различных мегаприборов на Wi-Fi тяге, что чайник растерялся и никак не мог определиться, к какой из сетей ему подключаться для правильного кипячения воды. По итогу 11-часового марафона несчастный электроприбор вошел в жесткий конфликт с автоматическими воротами гаража и окончательно скис. Ворота пришлось временно отключить, дабы можно было выпить чаю. Это, кстати, еще и пример того, как в будущем будут уживаться друг с другом умные приборы, производимые кем и как попало. Конечно, есть вещи, которые лучше делать без участия человека. Ну, например, извлекать только что застывшие алюминиевые отливки из литьевых форм. Но далеко не все, что мы делаем каждый день, нужно перепоручать машинам. Поэтому, когда тебе в следующий раз предложат киберподгузник или мегахлебницу с подогревом и зарядным устройством для мобилы, или что-нибудь еще суперавтоматическое всего баксов за 500, ты для начала башкой подумай, надо ли тебе такое. А на сегодня все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok